Народные слушания через несколько минут превратились в народные волнения. Это тот самый случай, когда все недовольство можно высказать застройщику в лицо, а не по телефону. Состояние нашего дома, это надо было ощущать, а вот это невозможно передать словами, как мы там живем и боимся, и трясемся. И вот этот шум, когда сваю забивает, там весь трескется дом, вы не думайте об этом, что могут дети пострадать, что этот потолок может рухнуть, и дети об этом, ну дети пострадают. Вы хотите, чтобы на наших костях дома построить? Вы хотите, чтобы нас завалило родные подпись? По словам жителя частного сектора Шамиля Хуснуддинова, стройка вплотную подошла к его дому. Комплекс возводят всего в шести метрах от его забора. От постоянного шума не выдержало сердце его матери. У меня мать 90-летняя, из-за них практически ушла в иной мир от их долбежки. Вот они долбили. Моя мать подприняла на кровати, которая уже... Все жильцы, к кому мы с уведомлением обратились о переселении, они поддержали. Мы их переселили. К вам, когда мы обращались, у вас это предложение... У нас все только начиналось, никто и не думал, что строительная работа... Работы принесут столько проблем. Аварийное здание общежития, где по сей день живут люди, дало трещину. А жители частного сектора в спешном порядке продают свои дома. Там вообще терпения не было. Дома все трясется. У нас уже, наверное, на полметра сел дома. Никакого покоя нет. Чтобы решить конфликт миром, руководство строительной компании «Импек» предложило жителям переселить их в новые квартиры. Правда, есть одно но. Обеспечить жильем всех не получится. Компания готова выделить лишь 30% от общего числа квартир в новостройке. Как быть остальным, пока неизвестно. Мы прекрасно понимаем, что район должен развиваться. Но не должны оставаться там бараки. Но вот сейчас главное, чтобы исполком города, что ли, сказал своей веской «да». И все, вперед из песни. Строительные работы приостановлены, но лишь на время. За короткий срок застройщику и жильцам нужно прийти к компромиссу. В скором времени стороны вновь сядут за стол переговоров. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23.30 на телеканале Эфир.